Военно-политический обозреватель из группы информационное сопротивление Александр Коваленко присоединяется к нашему эфиру. Александр, рады приветствовать. Здравствуйте. Доброго дня. Александр, как вы считаете, каких изменений следует ожидать с момента поступления на вооружение украинских военных кассетных боеприпасов из Америки? Ну, каких-то сразу глобальных влияний по линии соприкосновения мы не увидим. К тому же следует понимать, что все боеприпасы, они в той или иной степени, но используются комплексно и с другими средствами поражения. То есть это не будет какой-то масштабный единовременный эффект. Это будет последовательный эффект, поступательный эффект. Ведь у самого кассетного боеприпаса его основное свойство заключается в том, что он может поражать по большой площади большое скопление живой силы противника. Соответственно, и большое количество техники противника. И только лишь по накопительному процессу мы сможем говорить о результативности. То есть, опять-таки, это будет не единовременный сиюминутный какой-то эффект, а именно накапливающийся по мере уничтожения большого количества личного состава, а также технические компоненты врага. Александр, скажите, пожалуйста, как вы считаете, почему именно сейчас было принято решение передачи кассетных? Ведь Российская Федерация уже их использует. И было понятно, что можно нанести, скажем так, дать ответ тем же оружием. Да, ну у меня есть на это свой взгляд. Почему именно сейчас было предоставлено нам такой тип вооружений? В первую очередь потому, как на протяжении всего 22-го и 23-го года наши партнеры внимательно изучали то, как мы используем те средства поражения, которые нам предоставляются. Ведь кассетный боеприпас, в чем его отрицательная сторона? Мы говорим о положительных сторонах, да, большая площадь, там большое количество личного состава, уничтожается скопление врага и так далее и тому подобное. Но есть и минус. Не все суббоеприпасы, которые входят в боевую часть, они детонируют после падения на землю. То есть есть вероятность того, что они остаются в земле. Например, в советской армии, читаю, в российской армии очень высокий процент именно дефективных суббоеприпасов, некачественных, которые попросту не взрываются после падения на землю и остаются как мина замедленного действия. Потом, когда на эту территорию возвращаются гражданские лица, то есть высокий риск получения повреждений. Там, например, автомобиль может наехать, трактор. Гражданское лицо может просто взять в руки этот предмет и фактически таким образом получить соответствующее повреждение или погибнуть. Но по мере наблюдения за тем, как мы использовали в целом средства поражения, наши партнеры сделали выводы. Мы не используем их по городским массивам. Мы не используем их по селам и населенным пунктам, где находятся гражданские лица и где высок риск того, что гражданское лицо может погибнуть, получить повреждения. И использовать именно кассетные боеприпасы мы будем именно в тех условиях, где именно скопление противника, врага, живой силы или техники. То есть высокоточными ударами наносить удары исключительно по живой силе оккупационных войск. И это их убедило окончательно в том, что можно передавать нам эти боеприпасы, ведь вопрос-то спорный. Многие страны от них отказались и многие страны будут осуждать то, что Украина будет использовать данные боеприпасы. Александр, как вы считаете, следует ли относиться к предоставляемым кассетным боеприпасам американской стороной, как к некой альтернативе другому вооружению, о котором давно говорили, но до сих пор оно не появилось у Украины? Ну, например, какому вооружению? Вы имеете в виду Атакамс, наверное? Ну, вы очень эмоционально высказались в вашем телеграм-канале касаемо самолетов F-16, которыми, как бытует мнение, компенсируют кассетные. Может быть, поясните больше? Ну, это невозможно вообще сравнивать. Если сравнивать авиацию и реактивный снаряд с боевой частью, кассетными боеприпасами, оно не сравнимо. Мы сравниваем боеприпас и самолет. Это разные вещи. А если сравнивать с другими средствами поражения, например, с Атакамс, это более уместно, да, безусловно. Здесь это уместно. Причем, к слову сказать, у Атакамс тоже есть определенные модификации, которые используют кассетную боевую часть. Поэтому в этом нет ровным счетом абсолютно ничего удивительного. Но в отличие от классических кассетных боеприпасов для ствольной артиллерии и реактивных снарядов, например, для того же самого М142 «Хаймерс», сбить Атакамс намного проще, чем... Ну, снаряд-то вообще невозможно сбить. А реактивный снаряд, это совсем другие технологии должны быть, чтобы попытаться его перехватить, и тоже практически невозможно. А вот с Атакамсом все намного проще. И тут более политическое решение завязано на том, что повышаются риски увеличения количества сбитых Атакамсов, если их будут передавать Украине. Ведь перехват таких целей российским противовоздушным средствам все-таки под силу. И у Атакамс он более уязвимый, я бы даже так сказал, он более уязвимый, чем даже крылатая ракета типа «Стормшедо» или «Скальп», которую тоже возможно перехватить, но намного, намного сложнее. Это очень сложно для перехвата объект. Поэтому Атакамс мы по этой причине и не получим. А вот реактивные снаряды, мы их получаем потому, как наши партнеры к этому, скажем так, созрели. Но это никак не связано с тем, что нам пытаются как-то подсластить пилюли того, что АФ-16 мы увидим только через несколько месяцев, а не буквально уже завтра. Если бы мы их увидели завтра, что бы мы с ними делали? У нас есть для них пилоты, или у нас есть для них обслуживающий персонал, или у нас есть аэродром, на котором полностью обустроена инфраструктура, где бы можно было размещать эти самолеты? Они бы просто стояли бы и пылились в ожидании прилета Х-101-555. И, в принципе, из этого все. Они нам нужны будут тогда у нас, когда будет полная комплектация всех позиций. Вот заканчивают пилотов, заканчивая полностью наложенной инфраструктурой на каком-либо из аэродромов. Александр, мы уже говорили о том, что не все страны одобряют такое решение, передачу этих боеприпасов. Как вы считаете, возможно ли какие-то проблемные ситуации в отношениях с нашими союзниками после такой передачи? Я более чем уверен, что в первую очередь именно российская страна сейчас активизирует, она уже активизирует, к слову говоря, своих карманных политиков, то есть политические лобби, которые есть в той или иной стране европейской, которые представляют интересы России. Свой пул экспертов пророссийских, их предостаточно, что в США, что в Европе, которые постоянно поддерживают Россию и до сих пор, кстати, утверждают, что российская армия, вторая армия в мире, и ее не победить. Могут быть активизированы разного рода пацифистские организации. Вообще пацифистские организации, если уже на то пошло, это излюбленный метод манипуляции со стороны еще Советского Союза. Россия его переняла. И если сейчас взять основные пацифистские организации, которые верещат о том, чтобы срочно садились за стол переговоров, мирных переговоров Украины и России, без каких-либо предварительных условий, то давайте просто посмотрим подноготную этих организаций, увидим, что некоторые из них, даже самые старые, ведут свое начало еще со времен Советского Союза, с начала 20 века финансировались. Самые старейшие, а потом еще во времена самого Советского Союза, 60-е, 70-е годы удостаивались там Ленинской премии и тому подобное. Европейская пацифистская организация. Какая прелесть. Поэтому вот такая волна, безусловно, будет. Ведь Россия этого боится. Россия боится снарядов с обедненным ураном. Она устраивает кипиш о том, что будет какая-то там, что это уже практически ядерная война начинается. Ну, почему? Потому что ни один российский танк не может выдержать попадание такого боеприпаса в свою броню. Сейчас передают нам кассетные боеприпасы аналогично. Ведь в отличие от российских кассетных боеприпасов, эти, во-первых, высокоточные, а во-вторых, у них большая вероятность срабатывания суббоеприпаса, чем у российских аналогов. Следовательно, и эффективность будет выше. И они будут только лишь наращивать вот эту волну дискредитации и распространения файков и манипуляций. Да, и, кстати, эта волна дискредитации коснулась еще и завтрашнего саммита в Вильнюсе в формате НАТО, Североатлантического альянса, на котором должны прозвучать определенные заявления касательно Украины. И это должны быть серьезные заявления. Во всяком случае, этого ожидают каждый украинец наверняка, да и весь адекватный мир. Как вы считаете, что завтра произойдет на этом саммите? Что услышит Украина? Какой максимум, программа-максимум, которая может быть предоставлена нам на данном этапе? Ну, я больше реалист. Я не ожидаю, что будет объявлено, что Украина станет членом НАТО. Да, думаю, что вашу позицию разделяют многие. Что тогда? И каких-либо обещаний о том, что будут какие-то жесткие гарантии 100%. Да, есть страны, которые нас целиком и полностью поддерживают. Но есть страны, которые нас не поддерживают никогда. Да, например, в Венгрии до тех пор, пока там премьер-министр Орбан и вообще правящая партия Фидес. Есть страны, которые колеблются на сегодняшний день, у которых неоднозначная оппозиция. Ну, их можно на свою сторону склонить, но это же произойдет не за сутки. С другой стороны, на что я рассчитываю? Я рассчитываю на поддержку военно-технического плана. Я рассчитываю на расширение номенклатуры предоставляемого вооружения. Я рассчитываю на расширение пула стран, которые готовы обеспечивать поддержку нашим силам обороны, как технически, так и технологически. Кстати, это тоже очень важно. Экономическая поддержка, политическая поддержка. То есть, исключительно рассчитываю на расширение данных позиций, но не как некий такой эфемерный, эфемерное вступление в Североатлантический Альянс, которое якобы должно в представлении некоторых решить все наши проблемы. Да не решатся проблемы даже с вступлением в Альянс. Ну, хотя бы потому, что его не будет до окончания войны, но даже после окончания войны мы должны будем в первую очередь думать о продолжении, усилении и восстановлении наших сил обороны. Для того, чтобы они были на достаточно высоком уровне. Они и сейчас превосходят силы обороны, ну, армии некоторых членов Североатлантического Альянса. И в целом, я даже скажу так, украинская армия на сегодняшний день это одна из самых профессиональных армий в мире, если не сказать самая. Поскольку тот опыт, который есть у украинской армии, нет ни у одного другой армии в мире, даже у американской. И это только лишь делает нас более привлекательными для Альянса. Но для нас важно не просто быть красивыми и привлекательными, для нас еще важно быть эффективными, в первую очередь для самих себя. И тут уже без оглядок на какие-то приглашения и тому подобное. Касаемо нашего потенциала и нашей армии, то вот есть сообщение. В воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что системы ПВО сбили украинскую крылатую ракету в районе Керчи. Это первое свидетельство того, что Украина может ударить по Крымскому мосту ракетой. Как вы считаете, не последний же раз, наверное? Ну а чего последний раз? Не последний. Я, если честно, я даже скажу так, у меня есть сомнения о том, что был этот удар, ну попытка удара по Крымскому мосту, поскольку для российской пропаганды сейчас тоже важно показывать, насколько эффективно работает КПВО, на насколько высока угроза от Украины для их инфраструктурных объектов. Ну то есть что им стоит там разрядить пакет ЗРПК Панцер С-1 с самоподрывом через какое-то время и показать вот эти вот все раскаты в воздухе. Вот мы сбили там какую-то крылатую ракету. Ну хорошо. Показали. Но то, что теоретически, даже не теоретически, а в какой-то степени практически, Крымский мост в зоне досягаемости для некоторых средств поражения украинской армии, ну это да, это не секрет. Единственное, что преградой является расстояние, поскольку из-за большого расстояния от локации пуска теоретической есть период, достаточный период срабатывания у российской противовоздушной обороны ПВО, чтобы она была приведена уже в полную боевую готовность. И есть вероятность действительно перехвата. То есть необходимо уменьшать расстояние для того, чтобы время реакции систем ПВО было минимизировано. То есть чтобы они даже и не успевали отреагировать. Тогда будет более высокая эффективность нанесения таких ударов теми или иными средствами поражения. Поэтому пока не уменьшится расстояние, мне кажется, не совсем целесообразно такие подобного рода удары наносить с другой стороны. Ну если достаточно, есть боекомплект, почему бы не попробовать прорвать систему противовоздушной обороны. Но что там было сбито буквально на днях над Керчевским мостом, без понятия, если честно. Время покажет. Александр Коваленко. Да, они и сами не сообщают, кстати. Официальные источники не уточняли, какая ракета была сбита. Да, и была ли сбита ракета. Могли свою собственную сбить, такое бывает. Это правда. Александр Коваленко, военнополитический обозреватель из группы информационное сопротивление. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.